Тайга — это хвойный лес. Он занимает большую часть лесной зоны. Зима в тайге холодная, а лето теплее, чем в тундре. Поэтому здесь растут деревья, которые не очень требовательны к теплу. Это хвойные деревья. У хвойных деревьев листья — это хвоинки, и они всегда зелёные. Такие деревья высокие и с мощными корнями. В тайге растут ель, сосна, пихта, лиственница, кедровая сосна. У ели хвоинки короткие, грубоватые, расположены поодиночке и густо покрывают ветки. Шишки имеют продолговатую форму. Ели — долгожительницы. В еловом лесу темно и влажно. Сосна — хвойное дерево с ровным стволом жёлтого цвета. Хвоинки сосны длинные, сидят парами. Шишки сосны имеют округлую форму. Сосновые леса — светлые и сухие. Пихта отличается от ели тем, что её хвоинки плоские, а шишки торчат вверх, и даже зрелые не падают на землю, а с них просто опадают чешуйки. Лиственница — единственная из хвойных деревьев, которые на зиму сбрасывают иголки. Кедровую сосну в народе называют сибирским кедром. Её хвоинки собраны в пучки по пять штук, а семена — кедровые орешки. К югу на смену тайги приходит смешанный лес. В нём наряду с хвойными деревьями растут берёзы, осины, ольхи. Зима в таком лесу мягче. У лиственных деревьев некрупные листья, которые они сбрасывают на зиму. Берёзу можно узнать по коре, она белая, такой коры нет больше ни у одного дерева, размножающегося семенами. Осина имеет округлые листья, которые дрожат при каждом дуновении ветра. Кора у осины зеленоватая, весной можно увидеть длинные пушистые серёжки. Ольха имеет небольшие тёмные шишечки на ветках, ствол чёрного или серого цвета. У чёрной ольхи листья с выемкой на вершине, у серой ольхи листья имеют острый кончик. Ближе к югу зоны становится ещё теплее, и смешанные леса сменяются широколиственными. В таких лесах растут дуб, липа, клён, ясень, вяз. Это теплолюбивые деревья, поэтому они имеют крупные листья. На зиму такие деревья сбрасывают листву, размножаются семенами. Дуб можно узнать по могучему стволу и резным листьям. Плодами дуба являются жёлуди. Липа имеет листья в форме сердечка. Летом при цветении липа распространяет чудесный аромат. Плоды липы – тёмные орешки, сидящие по нескольку штук под одним крылышком. Вяз можно узнать по листьям и плодам. Листья в основании кособокие, одна половинка больше другой. Плоды – крылатые орешки округлой формы. Клён бывает – астролистный, татарский и американский. Плоды у всех видов клёна крылатые. Животный мир лесной зоны весьма разнообразен. Здесь можно встретить крупных и мелких животных, насекомых. В тайге живут бурундук, литяга, соболь. Также в зоне лесов живут благородный олень, лось, медведь, волчий, лисы, рыси, зайцы, белки, глухари, полёвки. Одни животные на зиму ложатся в спячку, другие делают запасы. Например, запасается на зиму кедровыми орехами белка-летяга. Она родственница обыкновенной белки, но меньше неё. Белка-летяга умеет не только прыгать, но и летать. У неё есть кожные перепонки между передними и задними лапками. Бурый медведь – всеядный зверь, очень подвижный. Может быстро бегать, прыгать, залезать на деревья, плавать. Лось – лесной исполин. В различные сезоны лоси потребляют разное количество пищи. В зимний период они объединяются в группы. Рысь – хищник, имеющий пятнистый окрас. По бокам головы развиты баки, а на ушах – кисточки. Рысь охотится осторожно. Затаившись, она поджидает жертву и тихо подкрадывается к ней. Заяц-беляк на зиму меняет окрас. Становится белым. Только кончики ушей чёрные. Шерсть становится густой. Это осторожное животное. Все эти животные растения – жители леса. А чем же является лес для человека? Лес – это место отдыха для человека, так как человеку нет ничего милее, чем бродить и думать в лесу. А почему тогда лес – это аптека? Потому что в лесу много лекарственных растений. Лесной воздух тоже лечит. В лесу человек находит себе пищу. Это ягоды, орехи, грибы, чистая вода. А как лес может обогреть человека? Человек дровами обогревает дом. А дрова – это деревья, которые росли в лесу. Получается, лес для человека – это источник топлива. Посмотрите вокруг. Какие вещи из дерева вы видите? Шкафы, стулья, деревянный пол, двери. Из дерева строят и дома. Карандаши, линейка, тетради, книги – тоже сделаны из дерева. В лесу нас ждут рябина, орехи и цветы, душистая малина, грибы. Получается, лес – это дом для растений, животных и грибов. Лесные растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ. Лес очищает воздух от пыли. Лесные растения выделяют фитонциды. Фитонциды – это образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий. От фитонцидов погибают болезнетворные бактерии. Лес – защитник водоемов и почв. Там, где растет лес, не мелеют реки. Лес питает их. Лес защищает почву от ветра, а корни растений не дают ей разрушаться. Получается, лес – это дом, защитник, источник, аптека и место отдыха. А всегда ли человек справедлив по отношению к лесу? Не по его ли вине возникают экологические проблемы леса? Например, вырубка леса несет в себе одновременно добро и зло. Раньше лес вырубался по мере надобности, при помощи топора. Сейчас, после работы лесорубов, исчезают почти все деревья. Лес редеет на глазах. Получается, птицы и звери могут остаться без дома? Было время, когда люди убивали животных, добывая себе пищу. Сейчас же неумеренная охота привела к почти полному истреблению некоторых животных. Людей, занимающихся такой охотой, называют браконьерами. Государство наказывает таких людей в соответствии с законом. Растения и животные, занесенные в Красную книгу, находятся под особой охраной. В Красную книгу занесены жуки, дровосек реликтовый, жук-олень. Такие растения, как женьшень, венерин башмачок. Птицы, филин, утка-мандаринка. Звери, зубр, амурский тигр. Лес — наше богатство. Лес — легкие наши планеты. Каждый человек должен думать о том, какой окружающий мир он оставит своим детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова